Девушки отдыхают Девушки отдыхают В октябре кредит на все группы товаров без первого взноса и переплаты на 24 месяца. Так, Full HD телевизор с диагональю 127 см всего за 833 рубля в месяц. Пока другие копят, вы покупаете в кредит без первого взноса и переплаты в гипермаркете «Айсберг». В начале краткий обзор тем. Отец и дочь погибли на пожаре. Неосторожное обращение с огнем послужило причиной возгорания. Назначать или выбирать? На очередном заседании Совета депутатов администрация поспорила с прокуратурой. Начнем с происшествий. В ночь со среды на четверг на декабристов 3 в результате пожара погибли 2 человека. Возгорание квартиры произошло около полуночи. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. В тушении приняли участие 7 человек и 3 единицы техники. Во время ликвидации возгорания пожарные эвакуировали около 10 человек. Известно, что в пожаре погибли отец 1937 года рождения и его дочь 1961 года рождения. Со слов соседей, мужчина был инвалидом второй группы и самостоятельно передвигаться не мог. По предварительной версии, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении. Добавим, на улице декабристов это далеко не первый пожар с погибшими. В 1 января по адресу улицы декабристов 3А погибла женщина. Второй случай возгорания, в результате которого погиб мужчина, произошел 9 июня в общежитии по улице декабристов 1. В настоящее время по факту случившейся трагедии проводится дознание. В минувший вторник в администрации состоялось заседание Городского совета депутатов. Народным избранникам вновь предстояло рассмотреть ряд вопросов, касающихся бюджета города, организации дорожного движения и многого другого. Стоит сказать, что в целом депутаты были единогласны в своих решениях. Однако один из вопросов вызвал бурное обсуждение. О чем спорили народные избранники, расскажет Анастасия Дарченко. Жаркий спор между администрацией города и прокуратурой разгорелся в результате обсуждения вопроса, касающегося изменений в порядок проведения конкурса на замещение вакантных должностей. Известно, что в настоящий момент в Гае сразу два структурных подразделения не имеют руководителей. Это комитет по управлению имуществом и отдел по делам молодежи. Ранее муниципальными властями был объявлен конкурс на замещение этих должностей. Однако администрация решила пойти в Абанк и вынесла на заседание вопрос о внесении изменений в положение о проведении данного конкурса. Я считаю, что мы идем законным путем, поскольку, я еще раз говорю, закон о муниципальном службе говорит, что по умолчанию конкурс вообще не проводится. Конкурс вообще не проводится. Давайте так, наверное. Да, и если сайт принимает совет депутатов в порядок проведения конкурса, то он проводится по тем правилам, которым совет установит. Совет может установить, что по вот этой категории должностей конкурс не проводится, а по такой-то и проводится. По предложению администрации выбирать на конкурсной основе необходимо лишь кандидатов на руководящие должности в самостоятельных структурных подразделениях. Что касается замещения других муниципальных вакансий, юрист администрации привел доводы о нецелесообразности проведения конкурса. В свою очередь заместитель межрайонного прокурора Наталья Харина выступила с протестом на такое предложение, указав, что изменения в уже установленный порядок являются незаконными и несут коррупциогенный фактор. Кроме того, предложенные администрации изменения нарушают право всех граждан работать на данных должностях. На конкурс 100 может выставляться, да? Там 5 лет одного стажа, либо 3 года такого стажа, 5 лет этого. Это уже ограничение. А вот когда мы этот конкурс не проводим, но видно, что у человека работают мозги, мы можем его конституционное право на труд реализовать. Александр Петрович, если бы объявили конкурс сразу после того, как ушел Сухов, я больше чем уверена, квалифицированные работники, они бы остались, руководили отделом, и отдел бы функционировал. В результате народные избранники оказались между двух огней. С одной стороны, они готовы выполнить просьбу администрации и внести все необходимые изменения, с другой понимают, что после принятия данного решения обязательно последует протест прокурора. Мы сегодня не принимаем это решение, администрация сегодня говорит, вы тормозите нам работу. Так ведь, да? Сегодня вот покоит такая ситуация, по делу молодежи, а прокуратура, если мы принимаем, прокуратура нам готовит пройти. И мы идем в суд. Таким образом, спорный вопрос было решено отправить на доработку и согласование с прокуратурой. Анастасия Адарченко, Игорь Митрофанов, служба информации, телерадиокомпания «Евразия». С 16 по 20 октября сотрудники ГИБДД города Гайя проводят операцию «Невод», направленную на выявление водителей, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. По предоставленной статистике, за 9 месяцев текущих годы госавтоинспекторы выявили на дорогах города и района 97 пьяных водителей. 140 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Нетрезвый водитель представляет наибольшую опасность для всех участников дорожного движения. На территории Оренбургской области произошло 100 ДТП по вине людей, управляющих транспортным средством в алкогольном опьянении. В этих происшествиях погибло 13 и ранено 148 человек. Происшествия, виновниками которых становятся водители указанной категории, являются самыми резонансными. Открылся магазин «Ежевика» по адресу улица Ленина 1 в широком ассортименте. Продукты, фрукты, овощи, констовары, игрушки, свежая, копченая, соленая рыба по приемлемым ценам. Компания «Дом Оренстрой» предлагает. Полинор – это пенополиуретановый напыляемый утеплитель, который подходит для тепла и звукоизоляции практически любых сооружений и конструкций. С этим напыляемым утеплителем очень легко работать. Для работы необходим обычный баллон-полинор, пистолет-распылитель и насадка, которая идет в каждом комплекте с баллоном. По своим характеристикам, полинор превосходит многие теплоизоляционные материалы. В отличие от монтажной пены, прекрасно распыляется, заполняет пустоты и прилипает к стене. Этот утеплитель не требует никаких крепежных элементов, нет стыков и швов. Между стеной и материалом нет зазоров, а значит стена не будет промерзать. Один из безусловных плюсов – утеплитель можно нанести самостоятельно и без специального оборудования. Справится с этим любой взрослый человек. Скорость работы с утеплителем – квадратный метр за 2 минуты. При нанесении слоев 5 сантиметров одним баллоном можно утеплить около полутора квадратных метров. Полная полимеризация происходит за 45 минут. Полинор экологичен и надежен, не впитывает влагу, доступен по цене. С помощью напыляемого утеплителя можно обработать самые труднодоступные места и участки сложной формы. Гай, проезд технологический, 3, телефон 50790. 24 октября в 18 часов в Доме культуры «Горняк» состоится концерт заслуженного работника культуры РБ, автора и исполнителя популярных песен Нурья Абдулина, с участием народно-заслуженной артистки РБ Розы Акучуковой, Филюса Касимова, Альбины Гайфулиной, Флюры Шариповой и других звезд эстрады. Сатир и юмор за душевно-веселые песни украсят ваш вечер. Добро пожаловать! Старую шубу на новую! В школах города обучается 4002 ребенка. Очередь детей в детские сады составила 935 человек. Ежегодно выявляются около 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В городе более 100 детей-инвалидов. Наблюдается тенденция роста числа малообеспеченных семей. В рамках реализации программы «Дети Гайя» запланированы различные мероприятия по разделам «Здоровые поколения, одаренные дети», «Профилактика безнадзорности» и «Правонарушение несовершеннолетних» сообщается на сайте администрации города. К другим темам нашего выпуска. Старшеклассникам Гайи посоветовали на будущую пенсию начинать копить уже сегодня. В течение недели во всех школах города прошли уроки пенсионной грамотности. Подобные мероприятия проходят ежегодно и направлены на то, чтобы уже сегодня школьники знали о том, как безбедно прожить старости. На одном из уроков побывала и наша съемочная группа. Уроки грамотности с представителями пенсионного фонда состояли сразу в нескольких школах. В течение 45 минут школьникам рассказывали о том, зачем нужен СНИЛС, по какой формуле рассчитывается будущая пенсия и как ее увеличить. Главная мысль, которая была доведена до учащихся – копите. Система начисления пенсии в нашей стране не всегда была корректной и правильной. Однако, зная хоть немного о ней сегодня, в будущем проблем может не возникнуть. Если сравнивать 2-3 года назад, когда мы приходили в учебное учреждение, то нас смотрели вообще пенсионный фонд. Это было все очень далеко для молодежи. Сейчас, когда начинаешь задавать вопросы, а знает ли про вас пенсионный фонд, кто-нибудь материнский капитал получает, какая-нибудь семья или ваши родственники, то есть уже понятие такого у молодежи есть. И сейчас, например, очень радует то, что молодежь начинает задавать вопросы. Сколько баллов надо мне заработать, чтобы идти на пенсию? Как я могу распорядиться на копительную часть? Могу ли я ее забрать сразу из пенсионного фонда и так далее? Если я не дожил до пенсии, куда на копительную часть? То есть немножечко заинтересованность и понимание уже есть. Это радует. Добавим, в рамках Дня пенсионной грамотности не только работники пенсионного фонда пришли в школы, но и сами ученики побывали у них в гостях. В ходе экскурсии старшеклассникам одной из школ показали, как работают различные отделы управления. Также ребята смогли заглянуть в архив, в котором на протяжении 75 лет хранятся дела горожан и все необходимые документы. Архив пенсионных дел, то есть любой человек, который обратился на пенсию, имеет архив, то есть пенсионный фонд имеет архив, каждое дело вот здесь-то хранится, действующее у нас. Кроме того, школьники узнали немало интересных фактов. Так, например, ежемесячно пенсионный фонд в Гае выплачивает денежных пособий на сумму порядка 190 миллионов рублей. В свою очередь, сумма взносов, которую осуществляют горожане, составляет чуть больше 100 миллионов рублей. «Недостающие деньги поступают к нам в виде дотации». Несмотря на то, что школьники еще слишком молоды и о старости не думают, данную информацию они лишне не посчитали. Анастасия Адарченко, Игорь Митрофанов, служба информации, телерадиокомпания «Евразия». На этой неделе выпускники Гаи писали апробацию по математике базового уровня. Пробный экзамен не подразумевал оценки знаний 11-ти классников, а был направлен на выяснение уровня сложности единого госэкзамена будущего года. По замыслу Министерства образования, результаты апробации будут учтены при формировании базового уровня ЕГЭ. Его могут усложнить, если сейчас школьники легко справятся с заданиями, или упростить, если у большинства возникнут проблемы. А в начале декабря 11-ти классникам предстоит писать сочинение, по результатам которого выпускники будут допущены или не допущены к единому госэкзамену. Способ оценки будет простой – зачет или не зачет. В последнем случае у 11-ти классника будет еще две попытки повторно написать сочинение. 16 октября свой профессиональный праздник отмечали работники отдела дознания. Эту службу в системе МВД выделили ровно 22 года назад. Дознавателям по долгу службы приходится общаться не с самым благополучным контингентом – домашние дебоширы, жулики, угонщики, хулиганы. Дознаватели расследуют преступления, по которым предварительное следствие не обязательно – побои средней тяжести, вред здоровью, угроза убийства. В отдел дознания чаще всего обращаются люди, чьи права были ущемлены. Мы расследуем преступления, по которым предварительное следствие не обязательно. Это менее тяжкие преступления, нежели те, которые находятся в следственном отделении. То есть это побои, средняя тяжесть, вред здоровью, угроза убийством, угоны, ну и другие преступления. Поэтому обращаются абсолютно все, всем стараемся помочь. Каждый человек, который совершает преступление, он уже сам себя наказывает. То есть он наказывает себя сам, самостоятельно, плюс еще, конечно, потом по решению суда. Основная наша обязанность – помогать людям. В практике дознавателей случается и такое, что люди, впервые приступившие закон и понесшие наказание, говорят дознавателям спасибо за их оперативную работу. Любимчиков у нас очень много. Есть прям реально такие любимчики, которые от нас не вылазят. Есть люди, которые случайно, скажем так, попали. В основной массе преступления совершаются на почве пьянства. Есть и люди, которые впервые были осуждены и больше к нам не попадали. И говорят, что спасибо, что вовремя остановили. Сегодня в отделе дознания трудится 6 человек. Как отметила Оксана Владимировна, штат не укомплектован, но со своей работой гайские дознаватели справляются. Здоровья, поддержки, семейного понимания и, конечно, успехов всем в работе. Портал гай.рф присоединяется к поздравлениям и желает работникам отдела дознания МОМВД России Гайские всего самого наилучшего. В Гае прошел аналог шоу конкурса «Голос». Мероприятие состоялось в детском саду номер 16 «Ромашка». Участниками конкурса «Голос» стали воспитанники всех возрастных групп детского сада. Прослушивание у детей было слепое. Жюри сидели конкурсантам спиной. Все было точно так же, как в настоящем телевизионном шоу. В нашем саду очень много талантливых ребятишек. И сегодня они участвуют в нашем проекте, в нашем слепом прослушивании. Оценивать наших талантливых детей будет не менее талантливое и очень доброе жюри. Оценивали выступление ребят заведующей детским садом номер 16 Елена Мацебора, заместитель заведующей Елена Салиева и приглашенный гость, музыкальный руководитель детского сада номер 17 Ольга Бефус. Идейным вдохновителем и ведущим этого конкурса стала Фаина Шевцова, музыкальный руководитель детсада номер 16. Своих воспитанников педагог поддерживала и во время номеров. Маленькие артисты от волнения порой сбивались, но от этого их выступление становилось еще очаровательнее. Курочки, пеструшки, косточку связали. Курочки, пеструшки, тупики прислали. Будет пеструшечка, курочка-хапушечка. Песенка-чудесенька, то встречалась с нами. Песенка-чудесенька, с добными словами. Улыбнулась песенка, стала веселее. Улыбнулась песенка, улыбнили песенки. Ножики, ножики, поедели в ноль. Песенка-чудесенька, с добными словами. Камень по полям, с неба пополам. Песенку веселую напевает нам. Песенка-чудесенька, с добными словами. Дети своими выступлениями заставили и жюри, и зрителей переживать чистые эмоции. Поэтому определить, кто же из ребят лучший, удалось только в жарком споре. Вы нас сегодня, конечно, поразили, удивили, порадовали и даже довели до слез от трогательности и нежности, с которыми вы исполняли свои песни. Нас так долго не было. Мы думали в жгучих спорах, практически тоже в соревнованиях решали, кого же в какой иллюминации отметить. В результате все участники конкурса стали лауреатами в таких номинациях, как «Яркое выступление», «Самый артистичный участник», «Радуга талантов», «Гран-при шоу-голос» взяла Варвара Пустовая, а «Золотым голосом детского сада номер 16» признан Александр Поташов. Все участники получили дипломы и подарки. 7 ноября состоится главный событий осени. Школьницы Гая будут бороться за корону победительницы. В преддверии самого красивого конкурса портал «Гай.РФ» начинает знакомить гайчан с претендентками на титул «Мисс Золотая осень 2014». Первой из девушек, с которой мы пообщались, стала Ксения Туренкова из школы номер 8. Проголосовать за участниц конкурса «Мисс Золотая осень 2014» вы можете на главной странице портала «Гай.РФ». В преддверии конкурса «Мисс Золотая осень 2014» портал «Гай.РФ» начинает рассказывать об участницах. Сегодня мы поговорим с девушкой, главный принцип которой – идти только вперед. Итак, Ксения Туренкова, школа номер 8. Привет, Ксюша. Здравствуйте. Ксюша, расскажи, что тебя в первую очередь сподвигнуло принять участие в данном конкурсе? Два года назад в этом же конкурсе принимала участие моя сестра родная, Алена Туренкова. И мне, ну, также мне очень нравятся такие конкурсы, и я захотела проверить себя, проверить, на что я способна, и поэтому я согласилась на участие в конкурсе. Ты довольно-таки известная, да, девушка в городе, своими достижениями, своим увлечением ты занимаешься в цирковой студии, да, в Прометее. Расскажи, чем будешь удивлять зрителей, да, то есть то, что ты умеешь красиво владеешь своим телом и делаешь различные трюки, многие уже знают. Что еще? Ну, я думаю, что моя визитка, которую я готовлю, она покажет меня совсем на другой стороне. То есть там не будет цирка, там я буду рассказывать о себе, показывать свое актерское мастерство и надеюсь, что удивлю своей оригинальности. То есть такой Ксюши еще никто не видел? Нет. Расскажи немножко о себе, о своих увлечениях, что читаешь, чем занимаешься в свободное от учебы время? В свободное от учебы время я люблю заниматься спортом, я очень люблю заниматься спортом. Я постоянно езжу по всяким соревнованиям, также на Олимпиады по физической культуре, тоже там занимаем призовые места. И очень люблю также волейбол, баскетбол. Читать книги тоже люблю. И самый мой любимый писатель современности – это Рэй Брэдбери. Мне очень нравится его произведение. Вот ты в своей анкете указала, что ты не очень любишь ходить в школу, да? Почему так случилось? Ну, для меня просто очень сложно на данный момент совмещать все – и школу, и цирк, и спорт, и много-много другое. И поэтому утром в школу иду с неохотой, конечно, но у меня есть и любимые предметы в школе, такие как математика, алгебра, геометрия. Также люблю физру, ну и там несколько других еще предметов. Расскажи, пожалуйста, да, ты много в спорте, много ездишь, где-то бываешь, общаешься с людьми. Вообще, что главное для тебя в людях, какие качества ты ценишь, и, допустим, что тебя навсегда может оттолкнуть от человека? Ну, качества мне нравятся такие, как доброта, искренность. Мне очень нравится, когда человек искренний со мной. Когда вот человек врет и лжет, ну, мне это не нравится, все, меня сразу это отталкивает, и я уже не доверяю тому человеку. А как определить ту грань искренности, где человек действительно, он говорит правду, а где немножко привирает? Как ты для себя это определяешь? Ну, по поступкам, по некоторым. В некоторых людях сразу видно, ну, когда он лжет, сразу видно искренность человека. Вот ты очень много, да, в анкете указываешь, что это семья твои близкие, благополучие твоей семьи. Расскажи немножко о своей семье. У меня очень большая семья, всех не перечислишь, но самые мои родные, это мама, папа и две мои родные сестры. Старшая Алена и младшая Кристина. Я их очень безумно, сильно люблю, и они меня поддерживают всегда и во всем. Ну, то есть вот даже в этом конкурсе у меня хоть мама была немного против, но она говорила, что если хочешь, конечно, я тебе помогу. Мы тебе все сделаем, все, что ты захочешь, если будешь участвовать, если захочешь участвовать. Почему мама была против? Ну, потому что она, когда участвовала Алена, она сильно тоже нервничала за нее. Что-то не получалось, что-то приходилось делать заново, и поэтому ей было сложно это все сделать. И она говорит, если ты тоже будешь участвовать, нам будет сложно, но я думаю, мы справимся. Вот, допустим, ты себя держишь вот в такой вот собранности, да, чтобы ни одно из твоих намеченных дел не выпало из списка, да, то есть какой-то план на день, установку. Как вот удается успевать все и сразу? Я уже привыкла, я с малых лет постоянно в действии, постоянно в движении, поэтому для меня это непривычно. То есть у меня все записано в ежедневнике, что, когда, куда идти, и поэтому для меня это несложно. Ну, конечно, этот год самый сложный для меня, так как экзамены, множество репетиторов, занятий, и поэтому уже трудновато становится совмещать все это. Вот еще один такой вопрос, касающийся твоего хобби, да, это занятия в цирке. Вот страшно, вот наверху, на канатах, как ты борешься со своим страхом? Ну, поначалу, конечно, когда только начали делать это все, это было очень страшно, но потом привыкаешь и уже без страха летаешь там и делаешь всякие трюки. Ну, поначалу я очень много падала, очень много падала. Но я все равно вставала и делала этот трюк, чтобы все-таки сделать потом на выступлении. Сколько можно было упасть? Сколько раз? Вот максимальное количество никогда не считала, сколько раз ты падала? Вообще не считала, это было очень много. Не сочетать, мне кажется, вообще. Даже все не вспомню. В этом году состав участниц довольно большой, да, 8 человек у вас, все вы абсолютно разные. Как ты оцениваешь вообще конкуренцию и свои шансы на победу? Конкуренции, я считаю, все достойны победы. У каждой своя изюминка есть, у каждой свой стиль какой-то и каждый умеет себя преподать. Ну, будем надеяться на лучшее, конечно. Я желаю победы всем участницам. Но, конечно, охота выиграть. Ну, я надеюсь, что моя мечта осуществится. В конце выпуска о погоде в ближайшие дни в Гае облачно возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 6-10 градусов. Днем 13-15 градусов выше нуля. Выпуск подготовлен при поддержке гипермаркета Айсберг. В гипермаркете Айсберг в октябре кредит на все группы товаров без первого взноса и переплаты на 24 месяца. Так, холодильник Bosch высотой 185 см всего за 645 рублей в месяц. Пока другие копят, вы покупаете в кредит без первого взноса и переплаты в гипермаркете Айсберг. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Свежие новости и комментарии к ним всегда для вас доступны на портале гай.рф. С вами была Валентина Демидова. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!